МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok И Наталья находит меня в информационном поле земли, в тонкую копию. Сфотографию ты видела, мужчина на белом фоне в костюме. Нашла его? Да. Подними, пожалуйста, его тонкую копию в комнате диагностики хроника КАШ. Готово. Идентифицируй его тонкую копию. Это Вадимир, перед нами стоит, Вадимир Михайлович. Считаю его эфирное ДНК, по структуре воссоздаю его образ. Да. Хорошо. Здравствуйте, Вадимир Михайлович. Вы готовы к диагностике? Да, готов. Ваше биополе будет сотрудничественное? Угу. Хорошо. Наташа, раздели его на количество фантомов. Есть. Даю команду диагностики. Настройся на биополе. Я как-то его вижу по-другому. В смысле? Угу. Вообще жив. Угу. У него портал открыт. Портал открыт? Угу. Где? Она от ним такая, как труба. Хорошо. Давай посмотрим. Даю команду диагностики. Что ты видишь? Я вижу его астралка, будто он в какой-то воронке крутится, как... Бывает такой ураган. Вот он стоит вот в этом урагане. Вокруг него такой вихрь. Так. И тут нити какие-то от него. Хорошо. Он не замирает. У меня кружится голова вместе с ним. Так. Хорошо. Перенесись в нейтральную зону. Подними энергии 250%. Угу. Так. Катала. Добраться до максимального значения. Перенесись обратно в комнату. Угу. В комнате все замерло. Время остановилось. Угу. Враган остановился? Да. Отлично. Так. Теперь проявляются все ответственные сны. Угу. Ой. Я даже не знаю, кто это. Как сказать. Хорошо. Он замер. Кто еще? Угу. Вот которые нити шли. Да. Идут нити. Стоит женщина. Видимо, какие-то магические воздействия были. Но ее уже нет в живых. Еще кто там есть? Вот этот вихрь непонятный откуда. Вот эту трубу показывает. Является ответственной за эту трубу. Сейчас. Как говорят, высшие силы. Высшие силы? Кто говорит? Пространство? Да, просто пространство. Говорят, высшие силы. Никто не приходит. Вот эта труба, она висит сзади него. Она огромная. Такая темная. Похожа, как гофра все равно. Но она пока не двигается. Говорят, как двигаться начнет, так будет отход душе от тела. А, да? Угу. Интересно. Ну-ка, перенесись-ка по этой трубе в ее конец. Куда ты переносишь? Что там? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Какой-то туннель. Угу. Теперь вот яркий свет идет. Где ты находишься? Странство. Сейчас еще не долетел. Угу. Угу. Так. Вот теперь я вижу другие души, которые по этим порталам тоже летят. за врата. Понятно. Ангелы, как-то ангелы стоят там. Так, дезинфицируй этих ангелов. Угу. Сейчас эти ангелы, сопровождающие души. Они их после вот этой трубы сопровождают. Куда? Как-то место. В чем-то идет. Отстойник, что ли, как-то называется так. Отстойник, да. Они там ждут. Потом показывают на сороковый день. Эти врата открываются, и дальше они уже, эти души, дальше ведут. Так, куда они попадают? Такое место. Где спрос с души. Так, кто там спрашивает? Сейчас. Сейчас ко мне какой-то мужчина подошел. Вот я хранитель. Так, идентифицируй, значит. Угу. Угу. Изменился он? Нет, он говорит, я хранитель этого места, этого пространства. Так, свет исходит из него? Да. И проецирует он свет? Это высшая душа. Хранитель. Да. Он в белых одеждах. Спросите у него сколько осталось, Владимира Михайловича. Он так палец к губам прикладывает. Нельзя говорить такие вещи. То есть у него труба уже открыта. Она еще. Ее дали, но она еще не включилась. Включает этот портал, включается за год до смерти. За три года. Вот это. Вот эта труба. В высшем только дано. Даже за пять лет иногда человеку вот этот портал. Только высшие решают, когда открыть его. Так, хорошо. Значит, душа приходит в отстойник. Что она в отстойнике делает? Ждет. Кто-то есть. Сейчас, сейчас я опущусь. Пусть покажет. Сейчас. Здесь хорошее очень ощущение, приятное у дома. Так, показывает вот место. Пока там нет никого в ожидании. Стоят стол. Такой стол большой. И за ним четыре стула пустых. Так, кто на этих стулах сидит? Угу. Говорит, место судилище. Здесь душа ответ держит. Так. А потом душа переходит в судилище. Сейчас. Какие-то сейчас показывают, что потом. Душа идет в такое место. Неприятное ей. Как будто она должна пройти очищение. Как будто память стирает. И потом вот вижу колесо какое-то. Это колесо. Говорят, сансары. Сансары, что ли, какое-то. Колесо. Разные стороны. Там три. Центр. Побольше. Еще больше. Какие-то разграничено. Все по датам. По каким-то. Что-то там написано на нем. Она крутится. Говорит, ловушка для душ. А почему ловушка? Сейчас показывают договор. Бумажки какие-то. Договор, да. Договор. Как перезаключение договора, что ли. Сейчас. Как я могу понять. Какие-то бумажки показывают. Что если. Душа. Вот эту бумажку. Перезаключает. Она попадает в это колесо. На инкарнацию. Понятно. А если не заключается? Если это. Какие-то бумажки показывают. Сейчас показывают космос. Космос высоко. Планеты какие-то. И там вот эти души. Они свободны. Если не заключают. Они свободны в своем решении. Это то, что мы с тобой видели на обучении. Я не знаю об этом. Я не видела. Когда Светлану Рубашова загружали. Это что? Хорошо. Ладно. Перенесись, пожалуйста, в тот момент, где ты видела стол со стульями во время судилища. Ага. Вот. Да. Вот это комната. Смотри, кто на этих стульях сидит. Проявляются все судьи. Сидят. Как выглядит? Сейчас. Такие одежды на них. Белые. С бородами. Теперь подойди к одному из них. Время замерло. Все замерли. Угу. Теперь. Считай ДНК одного из этих судей. И по этому эфирному ДНК, воссоздай его настоящий вид. Раз, два, три. Во что он превращается? В холодец. Что это такое? Хорошо. К следующему подойди. Что? У меня даже руки похолоднели. Так, к следующему подойди. Так же, так же, считай, динфический код, эфирный ДНК, и по этой структуре воссоздай его первозданный вид. Кого он превратился? В дракону. В дракону. Отлично. К следующему подойди. Вот почти такой, как я видела. Так, к следующему подойди. Создаю его по структуре. Сейчас. Угу. Кто там? Какая-то... мохнатая бабочка. Инсектоид. Прям огромная. Красивая-красивая. Красивая-то инсектоид? Да. Прям лапками. Хорошо. Он замер. Так, первый у нас получается рептилоид. Второй у нас получается инсектоид. К следующему подходи. Нет. А первый холодец был. Холодец? Да. Хорошо. Третий кто у нас там, посмотри. Ой, то есть четвертый. Четвертый. Всего четвертый. Он-то последний. Хорошо. Считай его эфирное ДНК. Воссоздай по его структуре, его первозданный оригинальный вид. Ничего себе. Кто там? Это демон с рогами. Демон с рогами. Хорошо. Замер он. Теперь подойди к первому холодцу и еще раз считай его эфирное ДНК и воссоздай по этому ДНК его первозданный оригинальный вид. В кого он приводит? Щупальца выросли. Ага. Это кто? То есть пруд. Я такого видела, да. Вот. Значит... О, присоски на лапку. Так, все они замерли. Приходим к выводу к тому, что на судилище находятся представители всех цивилизаций. Ой, мне даже холодно от них. Так, они не могут на тебя воздействовать. Перенесись в нейтральную зону. Подними энергии в 20%. Угу. Готово. Перенесись обратно в комнату. Угу. Так. То есть сидят у нас все представители цивилизации. Да, и вот это колесо крутится. Прям вот с левой стороны. То есть, если душа, попадающая к ним после отстойника, да, попадающая к ним, что они душе говорят? Контракт, вот это опять показ, бумажку, это что надо показывают. Надо подписать контракт. Сейчас какая-то лента идет, времени показывают душе, в чем она была не права. Так. Почему не так? Почему не так жила? Так. Вот этот хранитель опять пришел. Так. Вот так посохом стукнул и говорит, сейчас, говорит, не понимаешь, вы кормите их. Мы кормите? Да. Да. Да, говорит, сейчас, что-то показывает мне. В итоге, веков назад, так был устроен мир. Земля, ловушка для душ. Угу. И мы должны кормить их энергиями. Ага. Да, мы дети Бога Вселенного разума. Чистые души, опитаем их. И мы не знаем про то, что мы можем быть свободны. А что нужно для этого сделать? Не заключать эти вот бумажки с ними. На следующую реинкарнацию, да? Да. Хорошо, а спроси, пусть он тебе покажет, как свободная душа попадает в ловушку Земли. Как это происходит? Сейчас. Очень много то, что идут вот по этим трубам к ним. Потом опять, и опять, и опять. Первый раз как это происходит? Первый раз же не на Земле душа произведена, а где-то во Вселенной? Сейчас вот показывают космос. Вот эти души, как огонечки там светлые. Сейчас они летают там. Разные планеты. Поэтому не только люди тут. Разные инопланетные души разные есть. Только так идут, а сигналы какие-то идут. Мне показывают много воронки какие-то. Золотистые воронки. Как будто обращают на себя внимание. А душа начинает смотреть, что это. Кто-то интересно кому-то. А какую вибрацию они пускают для души, чтобы себя заметить? Любовь, радость. Положительные энергии. Так. А душа чистая. Она верит. Не ждет подвох. Так. Что она приближается к воронке? Что происходит? Ее засасывает. Просто засасывает туда. Куда она идет? Вот туда, в колесо. То есть, в колесо приходит эта душа. Что с ней дальше происходит? С новой душой. Вот только что она пришла. Вот она летела. Вот показывает мне. Она приходит. Ее сразу в это колесо. Даже ее не спрашивают. Дает ей шанс на воплощение быстрое. И она воплощается в клетки. То есть, клетка. Ну, понятно. Дает ей шанс родиться. Да. Да. Анатомическая клетка. Клетка. Понимаешь, слово клетка. От слова клеть. Да? То есть, это клетка. Человек. Биоробот показывает мне. Мы. Наши тела. Она заходит в биоробот, да? Она заходит в биоробот, да. Рождается. Рождается. Все, и пошло вот это колесо. То есть, потом она умирает, да? Сейчас, подождите. Мне показывают. Вот это земля наша. Она. Какие-то шесть слоев, шесть измерений. Как шесть слоев, шесть измерений. И она воплощается. Это душа. Не только на земле. Показывают и там, и там, и там, и там. Всях измерений. Да. В каждом измерении. Воплощение не одно. Идет цифра 42. Угу. Так. Понятно. Да, прям горит цифра 42. Она там воплощается. Понятно. Потом душа умирает. Заходит в отстойник. Потом ее перекидывают на совет. Там приходят в виде богов все старцы. А душа, поскольку уже религиозно подкована, она, соответственно, начинает бояться всей этой ситуации. И что истарцы говорят? Это не совет. Это уровень сансары, говорят. Для нас. А совет где? Есть совет? Нет, его нет как такового. Его нет как такового. Уровень сансара. То есть она приходит вот на этот уровень. То есть там приходят в виде башков четыре представителя цивилизации, а также один представитель нижних темных миров. То есть это и у нас, получается, демон стоит там, черт, спрут, рептилоид и кто там еще, инсектоид. Это те космические цивилизации, которые сейчас полностью управляют нашей планетой. И они и говорят, в общем, ты там нарушила кучу всяких, нагрешила и так далее, показывают тебе все плохое и предлагают реинкарнироваться. Правильно? Да. А если она говорит, я не хочу реинкарнироваться, что они делают дальше? Прожать и начинают? Да. Что они делают? Говорят, что так нельзя. Показывают вот ленту жизни, все, где записано, что она грешила, что делала не так. Человек кается в своих грехах, он валяется, показывает, как на коленях ползает. Тогда душа это готова. Ну да, он религиозно подкован, он думает, что это страшный суток. Показывают мне. Как много, господи, что это. Показывают храмы, храмы. Да, это религии, которые идут от них. Это от них, от религии. Да. То есть они это сделали социально, чтобы управлять нами. Вот этот хранитель, это он показывает мне все. Вот сейчас посохом указывает наверх и говорит, пошли. Ну давайте, идите. Мы идем наверх. Энергию он у тебя кушает, нет? Нет, наоборот дает. Он говорит, все ваши духовные развития несут понятие, что этого нет. Душа должна двигаться выше, показывает мне выше. Это не религия, это осознание. Выходя, сейчас выходя, душа может видеть, как устроен мир и вселенная в целом. Выходя из своего сознания, говорит, то, что вы этим занимаетесь, многие медитации ведут к этому. Тогда человек осознает. Он видит, как устроен мир. И надо двигаться выше. А выше уже вот эти ангелы, архангелы. Вот там уже идет деление на высших. И Бог – это единое энергосознание. Это наш разум, который нас создал. И мы часть его. А то, что показывает, как люди молятся, все вот это, пустота, говорит. Показывает какие-то сильные штуки. Что это такое, я не пойму. Что показывает? Какие-то как облака. Шары и облака. Похоже, как огромные такие штуки. А, это эгрегоры. Вот в них все упирается. Все, мол, в них просим. А эгрегоры, они в сотрудничестве с темными. Вот этот значок идет, инь-янь. Я понял. То, что они дают, но они забирают. Больше. Да. Они дают, но они берут себе. Хорошо. А скажи, если душа вот пришла на это судилище, видит этих башков там, переодетых и так далее, потому что… Они не понимают, что это, кто это. А если вот душа говорит, я не хочу… А я не могу они заставить. Они только запугивают. Как лукавят, лукавые. Да. Да, совершенно верно. Они не могут душу заставить. А чем они запугивают? Адом? Да, вот эти религии, они были созданы для этого. Даже с детства. Да. Показывают, что ребенок… Ах, вот. Вот это обряд крещения. Он подключает ребенка к эгрегору. Религиозному. И он черпает оттуда информацию. Так. Скажи мне, пожалуйста, ну, а если душа говорит, я не хочу с вами сотрудничать, я не хочу с вами заключать никакие контракты, просто оставьте меня в покое. Что происходит с душой на этом судилище? Ничего. Она свободна, ее никто не держит. А и куда она девается? Он наверх идет в космос. Она свободна. Если она не подписывает вот эти бумажки. Они не имеют права, они знают законы Вселенной. А давай теперь эта бумажка перед тобой встанет большой, большой, ясной, четкой. Ты увидишь, что там написано. Раз, два, три. Смотри внимательно. Договор. Большими буквами. Договор на перевоплощение. Какие условия? Условия отдавать часть энергии. Выполнять программу. Вот эту программу они прописывают, как жить человеку. Эта программа основана на том, чтобы давать им энергию. Мы обязаны этого выполнять. Так, это программа кармы получается, как бы, да? Да. Так, интересно. Они взаимосвязаны. Так, что еще там в договоре написано перед следующим воплощением? Мы обязуемся выполнять, рожать. Женщины обязуются. Рожать. Да, чтобы было воплощение других. чтобы еще биоматериал дать для воплощения других душ, которые попали в ловушку. Правильно? Да, поэтому карается, если женщина делает аборт. Какая интересная хитрая система, да? Угу. Так. Сейчас. Что еще там интересного у них? Если душа не выполняет, она будет наказана. Как? Тогда она может через колесо сансары быть животным. А, Животные мало дают энергии, поэтому они стараются так не делать. То есть, если душа не выполняет свои договоры, то в следующем воплощении они ее куда? В животные перекидывают? Могут. А она наказать, чтобы после того, как душа согласится на это, правильно я понимаю? Да, конечно. Все договоры, вот эти бумажки они дают. Угу. Договор. Я понял. Я понял. Так, а правительство наших стран и государств знают об этом? Они. Такие же овцы, как и все. Но многие об этом знают. Знают, да? Да. Есть люди, которые об этом знают, но они не знают, что делать. А почему высшие световые силы космоса, мета-космоса не вмешиваются в этот процесс? Они следят за нами. идут отсев душ, только чистые могут подняться наверх. Угу. Слияние идет с высшими. Угу. Как через сито просеивают. Так, хорошо. Ну, если душа по ихнему пониманию появляется у нас захваченной душой, обманутой, то изначально откуда она рождается, эта душа? Сейчас, сейчас, сейчас говорят, ну вот, что смысл души понять свое предназначение. Пока через это сито нас не просеют, мы не понимаем, поэтому цель и задача пройти через вот это, чтобы душа поняла. Для развития. Да. Так происходит развитие. И ста одна понимает. Он говорит, сейчас все поменяется. И сколько? С этого года. В земном осчислении? Да. А что поменяет? Как будто показывают, дырки увеличены, больше душ будет приходить. Но сознание будет у многих идти. Если раньше не понимали, то сейчас многие будут понимать, видеть, как будто проснется. То есть начинается золотой век, как я понимаю, да? По вашему понятию можно так выражаться. Хорошо. А пусть он тебе расскажет тогда, откуда вообще эти души берутся изначально. Ну, понятно, на землю они в космосе их поймали, заловили в эту ловушку, здесь их используют, качаются их энергии, мы это знаем. Постоянно на наших сеансах мы отключаем всяких цивилизаций от них и представителей нижних миров, верхних миров, все они качают энергию. А изначально откуда эта душа вообще взялась? Где она родилась? Посмотри эту ситуацию. Или спроси наверху. Прям показывает огромную энергию. Она создаёт земли, планеты, звёзды. А что это энергия? Созидательная. А где она находится? Она центр. Центр вселенной. Угу. Она огромна. Угу. А всё вращается вокруг неё. Вот эти планеты, звёзды. Всё, что она созидает. Получается, то есть, в нашей галактике, да, это так получается? Или в каждой галактике? Или во всех? Едино. Едино. Нет понятия галактика. То есть, это как Солнце получается? Есть схожесть с Солнцем? Сейчас. Мне говорит, что мы не совсем правильно понимаем это. Вы всё объясните нам? Мы же люди. Мне показывают эту энергию в центре. Она мощная, очень мощная. Она создаёт всё во вселенной. вся вселенная создана Творцом. Всё, что есть, любое измерение, любые галактики, любые миры, этот Творец создаёт. То есть, да. Эти планеты, эти звёзды, это всё живые субстанции. они живые, имеют своё развитие, свои знания, если вам так понятно, свою душу, которая непонятна нам. Даже наша земля это часть его, и мы живущие на ней часть. всё, что есть, это всё часть его. То есть, получается, всех вот этих цивилизаций, которые нас постоянно тоже он создал? Да. Он создал это для чего? Чтобы мы развивались? Да. Чтобы учить. В каждой галактике, в каждой вселенной, на звезде, на разных планетах есть жизни. они отличаются друг от друга. Интересно. Есть просто энергетические энергии. Есть животные, но они высокоразвитые. Скажи, а вот в нашей галактике, на наших планетах есть какие-нибудь ещё жизни, кроме как Земля, или только на Земле есть жизнь? Глупцы. конечно есть. А каких? На всех, кроме того, что эти единицы, так они нас называют, единицы душ, могут убить свою планету, не понимая, не осознавая этого. Я имел ввиду в физическом плане, как на Земле присутствуют, а на других планетах жизнь, человеческая. Да. На каких? Показывает ещё три планеты. Одна прям близко к нам, но она меньше по размеру, чем Земля. Марс? Нет, другая. сейчас я смотрю. Она меньше, чем Земля, но там такие же люди, как мы. А почему мы её не видим? Как-то она что-то мешает. Она в какое-то время, раз, сейчас, раз в 300 лет она заходит в наше поле, и мы можем её видеть. это типа Нибиру? Наверное, она. Сейчас, сейчас как-то идёт Неру, Неру, может быть они Нибиру, Неру что-то. А посмотри, а там люди правят на этой планете главные, или там кто там главный? Там такие же души, как и мы. В физическом плане, да? Да, физический план, так же, как у нас есть тела. А посмотри, а жизнь у них как происходит, в каком они, в какой атмосфере они живут, что за жизнь у них? Они более развитые, чем мы. Как у них города построены? На несколько тысяч столетий. А почему, они к нам прилетают на нашу планету? Да. Они смотрят за нами. С разных планет смотрят за нами. Они каким-то технократическим путем идут, или биологическим? Биологическим. Как у нас было во времена Атлантиды, да? Понятно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Как хранитель-то зовут? Есть имя у него или без имени он? Нет. Он говорит, если вам так удобно, я могу сказать, просто знайте, в каждом измерении есть свой хранитель, проводник. У вашего слипера хорошие возможности. Не у каждого они есть. Поэтому я могу ее поднять, показать. что показать? То, что я вам показываю. Она может подняться как наверх, так и вниз опуститься. Понятно. Есть такие люди на каждой планете. Они называются светочи. наверное, вы слышали об этом. Их не так много. Но они даны людям для того, чтобы выводить на правильную дорогу развития. На каждой планете есть свой светоч. Их всего несколько тысяч. они даны хранителям. Сейчас показывает мне землю нашу. какая-то решетка. Сейчас каких-то стоят какие-то мне идет хранители земли, которые поставили купол, решетку энергетическую над планетой Земля, которая защищает ее. От чего? От нехороших воздействий. Так у нас и так же кишит все этими инопланетянами. Все мы считаем получается в учении. Нет, нет, это высшие создатели, которые охраняют землю и души живущие на ней от уничтожения, от полного уничтожения. так получается же для них эта земля это как ферма, как кормушка. Не совсем вы правильно понимаете. Эти хранители поставили решетку для защиты земли. У каждого хранителя приставлен свой светоч. они должны быть вместе. Светоч защищает и когда придет время этот хранитель несущий знания встанет на защиту. Я понял. Так кого же в кого же туда людям верить если все эти религии верьте в Бога. Для вас это так будет понятнее. Без религии, без посредников. Они не нужны вам. Просто знайте что высшие есть ангелы архангелы есть которые защищают вас. те субстанции которые были даны на землю. Так было. Они спасали души. Несли вам знания. Вы их неправильно интерпретируете. Везде идут подмены темными. Все переначали. С ног на голову перевернули. поэтому неправильно знания даны. Неправильно вы ими пользуетесь. У вас сейчас новый виток развития. Поэтому вам даны и вам дали светочь которая может вас вести. Так хорошо. А скажи пожалуйста а мы можем в будущем подсоединяться к этому хранителю. Как он пусть себя назовет чтобы мы могли выйти на его частоту. Любое пусть название сте даст. Необязательно свой идентификационный код. светочь светочь проводник и он раздевается и светится. Это теперь понятно. Но он ангел? Да. Это высшая субстанция. Он не ангел, он архангел. Архангел. А какое имя? Нет у него имени? Архангел уже есть имена? Или я неправильно понимаю? Для вас так удобно данные. Но они неправильно интерпретируются. Просто можно понять по мне. Я его могу идентифицировать. Теперь я вижу его свет. Имя он свое называть не хочет. В будущем как мы на него выходить сможем? На свет. На свет. Хорошо. А ты можешь к нему подключиться, с ним поговорить хочу? Он с вами разговаривает. Я понял. Хорошо, благодарим хранителя за столь шокирующую для многих информацию. Для меня она не шокирующая, потому что от других... вы много знаете. Вы много знаете. У вас высшая субстанция. Вы должны вести людей. Так ведите их к свету. Мы стараемся. Причем вот эту историю мы уже не только от вас вышли, через других слиперов и просто люди к нам приходили. Это вам даны те души, которые могут подниматься. Для этого есть вы, есть свет или светоч, как можно правильно интерпретировать, который поможет объединить и дать людям знания. ведите их к свету. Не заблуждайтесь. Всегда темные стараются переделать их время на исходе. Помните это. Сколько им осталось? На земном исчислении. Осталось 300 столетий. 380 столетий. Дальше, что мои внуки не доживут до этого. Ладно. Это земля будет другая. Виток начался. Передел мира вы тоже увидите. И земли в целом. А передел мира в сторону будет? Он начнется и через каких-то 6-10 лет вам станет все понятно. Вам данные те знания, которые вы сейчас получаете. И следующее воплощение вы придете и будете нести этот свет дальше. Ваши знания не будут стерты. А, не будут стерты. Как раз хотел спросить. Они же стираются память. они только купятся. У вас они стерты не будут. И следующее воплощение ваше можно прийти без этого колеса. А как это таблощение селой вашей мысли душа свободна. Ага. Просто я, честно говоря, планирую, если я когда там умру и я не планирую ренкарнироваться. Я просто скажу, что ребята, я свободная душа и по закону свободы воли души имею право выйти. Они должны отпустить. Показывает Иисус. Это такая была чистая душа, которая пришла. и вела людей. А получилось опять темные переначали и подключили к цели и задачи. А его к христианскому Грегору подсоединили, да? Да. А он чем занимался вообще? Просто проповедовал? Это чистая душа, которая пришла так же как ваши цели и задачи на будущее. Прийти на землю человеческой оболочки, нести людям знания о свободе. Чем больше вас будет приходить, тем больше люди будут осознавать, поэтому знания останутся при вас. Скажите, пожалуйста, а вот сколько времени по земному исчислению проходит за время реинкарнации души с момента ее смерти и момент начала ее перерождения заново? Сколько земного времени проходит? Я не понял ваш вопрос. Ну вот смотрите, смотрите, умер человек, душа поднялась наверх, в отстойнике постояла, потом на судилище, там она его испугалась, сказала, да, готова реинкарнироваться, подписала следующий контракт и заново реинкарнировалась опять в дитё. Сколько времени проходит по земному исчислению с момента смерти и с момента зарождения, до момента зарождения в дитя? Все как решат за эту душу. Ну приблизительно, плюс-минус. Вот, например, умер мой отец, например, да, вот он умер там какое-то время назад. Некоторые могут прийти уже через 30 лет, некоторые через 50-60, а некоторые через 200. А, то есть минимально это 30 лет, понимаю, да? Совершенно верно. Так долго там находятся, в отстойниках этих, да? Да. к другому течёт. Там другое время. Я понял, я понял. Благодарю хранителям. Те слиперы, которые поднимаются у вас, они преломляют время. И если вы обратите внимание на них, посмотрите, они у вас выглядят в вашем времени намного моложе. А там они выглядят старше? Время там течёт по-другому. Тело лежит тут, душа не стареет. Ага. Хорошо. Хорошо. Так, скажите, а во время сна куда, откуда тело берёт энергию? Из астрального пространства, из тонкого плана? Душа поднимается наверх. Она знает свой дом. Во время сна? Да, там она берёт энергию. Но есть тёмные, которые знают, что происходит, что такое сон. Могут ловить эти души. поэтому вместо того, чтобы душа пошла, взяла энергии для дальнейшей жизни, помочь своему телу дальше, она её отдаёт. Не происходит набор энергии. А как вот от этих уловок, вы говорите, ловить душа, как от этих уловок уйти, чтобы не поймали тебя. Обратите внимание на вашего светоча и на тех других душ, которые работают с вами. Почему он не видит никаких присад? На него нет воздействий. как вы думаете, из-за чего? Ну, из-за того, что в нём внутренняя световая энергия порождаю, не даёт никакие подключки, слишком высокая вибрация. Просто он верит Всевышнего. Он часть его отдаётся ему были подключки не один раз и через сон. Но он всегда говорит, я есть Бог. Я есть часть его. Никогда низкой, низшей в вашем понятии, не инопланетные, не тем более низкие, не могут подключиться к биороботу без вашего на то согласия, согласия вашей души. То, чем вы занимаетесь на астральном уровне, выводя. Это хорошо, но не каждая душа понимает, что это. Даже не отдаёт себе отчёт. Поэтому идёт доступ. Ключи раздаются всем. Вы же ключи всем от своей квартиры. Нет. Так почему вы делаете это? Но мы же неосознанно это делаем. Поэтому ваши цели и задачи объяснить людям, как раздаются ключи и как не отдать их, чтобы люди, души поняли это. Несите это в мир. Вы можете сейчас вот это всем сказать? Людям может быть этот ролик выложим на канал? Я же говорю вам слушайте. Как не раздавать ключи? Ваша зависть, злость, ваши низкие вибрации. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я и веду речь. Да. А это ключи доступа к вашему биороботу. Я покажу сейчас, как это происходит. Он меня раскладывает на фантомы. Так. У меня их 26. Ого. Основных фантомов и под фантомов 137. у обычного человека намного меньше. Поэтому, когда меня смотрят другие, поэтому мои фантомы закрыты от других. Они не могут их видеть. Ну, у тебя же тоже бывает в жизни какая-то злость, агрессия, в зависимости от ситуации. Я отслеживаю ее. Мне непонятно, независть. Я не знаю этого чувства. Хорошо. А хранитель может вообще сказать, сейчас давай тему болезни перейдем, коль у нас пошла такая интересная тема. Болезни, онкология, хиит, вот эти незлечимые болезни. Вообще, откуда эти болезни взялись? Почему, если мы такие совершенные божественные частички, почему начинаются эти болезни? Откуда они произошли? Как с ними бороться? На энергетическом уровне или только на физическом? Слушайте, что я вам скажу. Слушай. Первое родилась мысль, потом слово. потом действие. Ход событий понятен? Да. Когда человек начинает думать о чем-то, это часть проекции. Так. Потом он про это начинает говорить, создавая фантомы. потом фантомы. Это часть вашей программы, которая вбивается ваш в астрал. Я не просто так показал астрал на вашем светоче. Астрал это и есть программы ваши подастральные. Туда вбиваются ваши слова, ваши действия. Это как выстрел, который достигает цели. все магические вещи и все чему учится душа. Правильно надо мыслить, правильно говорить и правильно действовать. Вы все несовершенны. Светоч ваш тоже учится, так как это есть человек в вашем понятии и ему тоже свойственно ошибаться. Он ищет выход всегда и старается его найти, а люди стараются, чтобы им кто-то нашел этот выход. Это смешно, выход должны выискать сами, услышьте это, только вы сами можете найти выход. И ваши болезни, то, что вам даны, они даны вам для того, чтобы вы вдумались. Многие люди встают на правильную дорогу и понимают, что только от их действий зависит их излечение. Болезни бывают не только на физическом плане. А умолешение это же тоже болезнь. Так вдумайтесь, почему это происходит. Мыслите позитивно, несите в мир любовь, дарите любовь, дружбу, созидайте. вы же частички созидателя. Что вы делаете? Почему вы разрушаете себя сами? Вам же темные дают алкоголь, никотин, наркотики. и вы это берете и делаете. Много подмены в лекарстве. Посмотрите, что есть. Да, какие-то вещи вы лечите. А посмотрите, сколько там побочных эффектов. Так я вам про это и говорю. Что вы делаете один шажок, а какие последствия. так скажите пожалуйста, ну вот с онкологией какое-то решение по борьбе с этой болезнью? Вообще откуда она происходит? Почему она проявляется? У онкологии есть три пути. Один путь это тогда, когда человек сам ее на себя притягивает. Страх заболеть. Он мыслит об этом. Это и есть мыслеформа. по вашему понятии. Он сам ее к себе притягивает. Когда душа идет не туда, мы иногда даем болезни, чтобы душа поняла, какой дорогой ей идти, чтобы правильно мыслить, правильно думать. Онкология это такое заболевание, когда душа очень сильно ошибается, потому что это путь на перерождение. Так понятно? Да. заболел человек онкологии, как ему вылечиться? Пересмотрите всю свою жизнь, сядьте и подумайте ваши мысли, правильно ли они работают, ваши поступки. Не надо никого осуждать, что вы лезете в жизнь других людей. А что касается онкологии у детей, например, дети тут при чем? Совершенно верно. Тогда, когда родители ведут образ жизни неправильный, в семени не бывает здорового. наоборот. Понятно. Это ваше понятие. Ясно. Больной не может дать здоровый, а больной головой не может дать здорового. понятным. Так, ну что, благодарим хранителя за столь интересную информацию для нас. Рак скоро будет побежден. Ждите. Ждем. Осталось немного. Три столетия вы имеете в виду? нет, конечно. А сколько? Немного. В пределах десяти лет лекарство будет найдено ваше физическое время. От онкологии лекарства? Да, оно уже найдено, но вам об этом не говорится. А вы нам не можете сказать, вы же наверное знаете, что за лекарство? С чего оно сделано? Ученые пробуют результаты хорошие. Скоро оно видит мир. Ну, если вы говорите, что уже найдено лекарство, а где оно найдено, на какой территории нашей планеты? на территории Канады. Я понял. Но там есть российские ученые в этой группе. Все это сохраняется в тайне. Но все тайное скоро станет есть. Почему они в тайне все это держат? Какие у них все финансы? Понятно. Хорошо. Благодарим хранителя. Наталья, рассинхронизируйся с уровнем хранителя и перенесись в комнату диагностики. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok